Детектив в стиле нуар полный черного юмора и пронзительной печали поставили в театре «Глобус». Актер Лаврентий Сорокин впервые перенес на сцену роман одного из самых неординарных писателей 20 века Чарльза Буковски «Макулатура». Постановка предупреждает авторы, кого-то шокирует, а некоторые зрители могут неожиданно для себя стать персонажами спектакля. Театральную версию скандального романа посмотрел Станислав Якушевич. Небольшое пространство перенасыщено предметами и персонажами. Их в спектакле более 20. Актеры с невероятной скоростью меняют костюмы, маски, грим. Среди нагромождения реквизита по сцене мечутся частный детектив, инопланетяне, неврастенник-гробовщик и сама леди смерть. Воплощая роман на сцене, Лаврентий Сорокин выводит перед зрителями классические типажи бульварного чтива. Персонажи, эксцентричность, это все было им предложено. Ну а мы, наше дело актерское уже принять, сделать это органичным, понять, что предлагает режиссер. Действие распадается на несколько сюжетных линий. Детектив-нуар, фантастическая сага про инопланетное вторжение, слезливая мелодрама с элементами мистики. Уследить за всеми эпизодами, которые режиссер монтирует без всякой логики, зрителям непросто. То, что может быть посыпется внимание от многочисленности сцен, их, по-моему, 26 разных эпизодов, то может это случиться, может, со всяким. Ну что же делаешь? На то она и теория эта абсурда. В образе детектива Ники Белейна, его играет актер Никита Сарычев, легко угадывается сам писатель. «Макулатура» – последний роман Чарльза Буковского. Перед зрителями – герой, подводящий итог жизни, полный пьянства, скандалов и упущенных возможностей. Если я сдох в мире и не пролегся ни одной связи, я за этого добивался. В наше время с гаджетами, со всякими вот этими делами, это так актуально может быть, что жизнь, она вот так вот пронесется, ты ее не заметишь. В 26 ли это случается, либо тебе 50, либо тебе даже, я не знаю, 18. В «Макулатуре», где черный юмор сменяется шокирующим натурализмом, Лаврентий Сорокин высмеивает мир глянца и гламура, литературного фастфуда и трэш-кино. Но в спектакле, как и в романе, есть пронзительная тема нереализованности таланта. Размышлениями на эту главную для всякого творческого человека тему режиссер и хочет поделиться со зрителями. Станислав Икушевич, Данил Смирнов, Новосибирские новости.